Пробег ретроавтомобилей, приуроченный к 70-летию Владимирской области, продолжается. В минувшие выходные колонна в составе десятка раритетных моторов посетила еще два районных центра – города Гусь-Хрустальный и Ковров. Ну вы видите, даже в такую погоду площадь полная, настроение очень хорошее. Помимо ретроавтомобилей представлены новые Тойоты, новые Лексусы, которые будут топовыми в этом году. Ну, консультанты все ждут, проведем хорошую экскурсию, покажем все автомобили. Все для жителей нашей любимой области. Здорово, когда есть возможность посмотреть на то, как шагнула дизайнерская, конструкторская, автомобильная мысль за 70 лет существования нашей Владимирской губернии. Здорово, что мы можем увидеть и новейшие достижения автопрома и посмотреть на то, с чего все начиналось. Огромное спасибо компании «Автодрим», «Тойота», «Лексус-центр» Владимир за то, что предоставили нам, гусевчанам, такую возможность. Приезд ретро-колонны превратился в настоящее шоу для гусевчан с песнями, танцами, выступлениями коллективов художественной самодеятельности, конкурсами и призами. Музыка, ретро-автомобили согревают нас. Огромное спасибо организаторам, что для города Гусь-Крустальный еще в канун 70-летия Владимирской области сделали такой замечательный праздник. Огромное спасибо. К шоу, организованному ООО «Автодрим», присоединились даже участники местного байк-движения, мототехника которых также вызвала у гостей праздника живой интерес. Ковровчане ко встрече ретро-колонны в своем городе подготовились не менее основательно. На площадь перед городским садом задолго до начала мероприятия стали подъезжать местные владельцы раритетных авто. Хотел показать, на самом деле, какой наш бывший автопром российский, советский вернее. Был надежный и красивый. У меня свой ходовой автомобиль современный, тоже вот «Лексус», но все-таки я считаю, что это шедевр, просто красота. Один олень только чего стоит. Как и в других городах, праздник в Коврове украсили партнеры ретро-пробега «Ростельхозбанк» и «Банк ВТБ». Теперь автоколонна направляется прямиком во Владимир. И уже 11 октября у автосалона «Громада» все желающие смогут познакомиться с раритетными авто. Продолжение следует...